Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Исхода, обратимся к 16 главе. Еще несколько таких же, как в конце предыдущей 15 главы, это ситуация, где проявляется характер, так сказать, вышедших из Египта разноплеменных людей, которые уже называются народом божьим, и ропщут, и ропщут. Вот несколько таких случаев. Первый из них – это голод, потому что, продвигаясь дальше по пустыне, совершенно бесплодной, оказывается, что есть израильтянам нечего. Тот хлеб, который они вынесли из земли египетской, пресным, испекли, они уже съели. Ну, а надо есть. Люди не могут обходиться без еды. Голод – сильнейший побудительный мотив. То есть, тут даже и трудно упрекнуть этих израильтян. Хотя автор, в общем, все равно говорит об этом с интонацией упрека. «Возроптало все общество Израилева, и сказали Моисею и Аарону, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание уморить голодом». Ну, как-то маловероятно, что это справедливый упрек. Но важно, что люди действительно вспоминают котлы с мясом и хлеб досыта, которые были в земле египетской. Это реакция личности, в общем, характерна и для современного человека тоже. И при том, что нам чрезвычайно трудно с вами понять, с каким трудом добывалась пища в седой древности. Как это всегда было трудно, даже после изобретения сельского хозяйства, а может быть, наоборот, особенно после изобретения сельского хозяйства 10 тысяч лет назад, добывание пищи всегда было очень серьезной, трудной проблемой, на которую уходило огромное время, огромный труд. И то, что современный человек может наконец-то позволить себе, как это делает шимпанзе, 8 часов в день спать, 8 часов в день добывать пищу, и остальные 8 часов в день строить взаимоотношения себе подобными, это большое достижение на самом деле. В древности все было куда тяжелее, поэтому голод гораздо сильнее влиял на состояние поведения людей, и ужас перед ним тоже был гораздо серьезнее. Так или иначе, вот мы видим, что израильтяне, для этого нам автор собственно все и рассказывает, еще не знают Бога и совершенно не готовы обратиться к Нему с тем, что им нечего есть. Или, по формулировке рассказа, они скорее предполагают, и для автора рассказывает им это тоже так, что невозможен непосредственный контакт, поэтому они упреки отправляют Моисею и Аарону, вы их передайте Богу. И Господь говорит Моисею о том, что вот я дам вам хлеб с неба, и посмотрим, будет ли народ поступать по закону. Это манна небесная. Единого мнения о том, что это было с биологической точки зрения, в общем нету. То ли мелкодисперсные съедобные лишайники, которые хорошо разрастаются на скалах и легко разносятся ветром, то ли сок некоего растения, тут говорят тамариски обычно, не так важно. Важно, что это нечто съедобное, что разносится ветром в большом количестве. Потом еще в дополнение там будут перепела, перелетные птицы, которые, не обязательно это таки перепел, важно, что это перелетные птицы, чей маршрут миграции проходит на Сенатской пустыне, и они в нужное время, в нужном месте приземляются. Итак, вот некое вещество съедобное, из которого можно сделать хлеб или подобие хлеба по вкусу, как пишет автор, как лепешка с медом. И вот Господь говорит Моисею, что это будет хлеб, который надо будет собирать ежедневно по гомеру на человека, по мере на человека. Но только ведь, хотя закона и нету еще, нет рассказа о даровании закона, он не помещен пока еще в книгу, будет дальше. Но закон, тем не менее, уже есть. Видимо, рассказом о заключении завета нужно считать то, что данный автор привел в конце предыдущей главы. И поэтому нельзя работать в субботу, нельзя работать в седьмой день. Пока только мы видели с вами запрет на работу в пасхальные праздники. Но вот здесь подразумевается, подразумевается, что работа в субботу запрещена. И Господь говорит, поэтому в пятницу собирайте на два дня, а в субботу не собирайте. И ешьте то, что приготовили в пятницу. А во все остальные дни этого не делайте. То есть собирайте на один день и не больше. Ну, вот людям это очень непросто, потому что такая тренировка доверия к Богу, доверия к тому, что довольно для каждого дня своей заботы, что завтра тоже Бог даст эту самую манну небесную. Как я уже сказал, голод – страшный, страшный модулятор поведения, который очень многое, если не оправдывает, то объясняет страх голода. И вот автор рассказа здесь повествует нам о настоящем чуде, о том, что те, кто собирал больше, чем может съесть, и держали в пасху, на утро обнаруживали, что она вся полна каких-то червяков, там, личинок, насекомых, не будем увлекаться этими всеми подробностями, и есть это невозможно. Все испортилось. Поэтому все равно каждый день хлеб наш насущный дай нам на этот день. Ну, не касается только это заповеданной Богом субботы, когда собрали на два дня, и оно не протухло, и оно не испортилось, и в следующий день это можно есть. Господь говорит об этом как об испытании, как о том, что дает возможность увидеть, будет народ Божий поступать по закону или нет. Это испытание, которое надо пройти. Конечно же, здесь авторы рассказывают из некоего романтично-поэтического предположения, что Богу надо испытать народ. Но, по сути, конечно, Бог и так все видит про нас с вами. К сожалению, это народу надо научиться видеть себя и поступать в соответствии с повелениями Господними. Дальше в середине главы речь идет о том, что точно так же, как манна небесная, не спосылаются перепела. И далее вводится, собственно, постановление о субботе. То есть сама суббота, как мы видим в предыдущем рассказе, уже должна соблюдаться. Ну, вот здесь только рассказывается о том, как устанавливается она. В шестой день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И Моисей сказал им, вот Господь говорит, завтра покой, святая суббота. И они отложили пищу на завтра, оно не испортилось. И вот субботний покой, святая суббота, и дальше шесть дней собирайте эту еду, в седьмой день суббота не будет его в этот день. И манна не выпадает в седьмой день, в субботу. Смотрите, Господь дал вам субботу. Это празднование, которое становится для Израиля знаком того, что они существуют в завете с Богом. Суббота, и то, что она продолжается, то, что ее продолжают праздновать, это знамение Завета, знамение Синайского Завета. Во всяком Завете есть условия, которые предъявляются одной стороне, другой стороне, то, что требуется от Бога, то, что требуется от людей, то, что Бог обещал, что люди обещают, и некоторое знамение, существование которого свидетельствует о том, что Завет продолжает быть актуальным, и люди продолжают быть его участниками. Для Синайского Завета таким знаменем является суббота. До тех пор, пока установление субботы и празднование субботы продолжаются, Израиль продолжает быть в завете с Богом. Так это представляли себе основные, так сказать, учителя закона, фарисеи в евангельские времена. И вот здесь первичный рассказ о том, как это установилось. И до какой степени историчен этот вопрос, тоже, в конце концов, не так уж и важно. Потому что, да, действительно, суббота становится таким постоянным напоминанием, постоянным. И предание о том, как Бог ее установил, вполне относится к разряду изначальных, созидающих Израиль. Ну и, наконец, в конце главы Господь повелел Моисею собрать в сосуд, в золотой сосуд, эту манну, и хранить вечно, хранить вечно, как напоминание о том, что Бог избавляет не только от неминуемой гибели в лице фараона и его войск, но и от голода, несмотря на ропот, несмотря на весь ропот израильтян, который, по-видимому, тогда не воспринимается таким преступным и возмутительным. Хотя, на самом деле, конечно, как всякий ропот, вещь вполне себе богохульная. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok